В прямом эфире новости 24 часа в студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Мощный циклон обрушился на Беларусь. О том, что нынешний четверг станет экстремальным днём с точки зрения погоды, синоптики предупреждали заранее. Снег ночью и очищенные от него улицы утром встретили, по крайней мере, минчан. Вот по стране не обошлось без происшествий. Больше всего осадков выпало в Брестской области. Здесь потребовалась помощь спасателей из-за носов. Освобождали автомобили и убирали с дорог упавшие на них деревья. Сообщается и о массовых отключениях электричества. Десятки населённых пунктов Витебской области по-прежнему остаётся без света. По всей стране для расчистки дорог и уборки снега задействованы более 2000 единиц техники. С 6 утра работаем. График не узнали. Были готовы, конечно. Техника исправна. Вчера снег вечером начался и было уже ночью видно, что его будет много. Поэтому были готовы к этому. Есть аварийная бригада, которая работает круглосуточно. И когда снега падает, тогда работают две смены. Днём и ночью. Бригады выводим, чистим оперативно. Всё устраняем. Циклон свирепствует сейчас в центральной части России. Из-за снега парализовано автомобильное движение на улицах Москвы. Метель отменила в аэропортах российской столицы порядка сотни рейсов. Сейчас задержан вылет в Минск из Домодедово. В США едва минули первые сутки с новым президентом. Как по стране начали как снежный ком расти протесты, недовольных результатами выборов. Так в Остине сотни людей перекрыли автомобильное шоссе в Окленде. Протестующие разбивали окна в домах и крушили всё на своём пути. За рамки дозволенного вышли демонстранты и в Сиэтле. Сначала жгли мусор в центре города, а затем устроили перестрелку. Пострадали по меньшей мере пять человек. В Нью-Йорке противники нового президента США окружили здание, спроектированное самим миллиардером Трамп Тауэр. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, полиция приняла решение взять штаб-квартиру бизнесмена на Пятой авеню под усиленную охрану. В Афинах злоумышленники атаковали посольство Франции. Тяжёлые ранения получил правоохранитель. Пока известно лишь, что нападавших было двое. Они подъехали к центральному входу на мотоцикле, бросили гранату и скрылись с места происшествия ещё до приезда полиции. В городе был объявлен план-перехват. Половина улиц остаётся перекрытой. Полиция ищет подозреваемых. На пивоварне в Британии парами аммиака отравились более 20 человек. Есть погибший 40-летний мужчина. ЧП случилось в английском городе Нордгемтон. Среди пострадавших работники предприятия, а также полицейские и пожарные, которые эвакуировали людей. Все они госпитализированы. Причины утечки неизвестны. Обстоятельства случившегося выясняются. Всемирно известная фабрика Шиндлера объявлена памятником культуры. Постройки, где работали узники фашистских концлагерей, лежат в руинах. В основном сохранились лишь несущие стены. С получением нового статуса комплекс может быть реконструирован за счёт средств Министерства культуры Чехии. Оскар Шиндлер известен своими благородными поступками в годы Второй мировой. Он спас от смерти около 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах. Новый рекорд Нюрбургринга установил китайский каскадёр Хани Юэ. Впервые проехал полный круг гоночной трассы в Германии на двух колёсах. За онлайн-трансляцией заезда в интернете следили около 200 тысяч зрителей. Ехал каскадёр около 45 минут. Средняя скорость — 28 км в час. При этом сам Юэ недоволен. Результат мог быть лучше, если бы не неисправно заднее колесо. А вот финского каскадёра Весу Кимивяки техника не подвела. Чуть ранее он установил мировой рекорд по самой быстрой езде на автомобиле на двух колёсах. Сумел разогнать авто до 186 км в час. Таисия Саховская, телекомпания СТВ. Представители 40 компаний из Синдянь-Уйгурского автономного округа Китая в эти дни ищут свой интерес в Минске. Их возможности презентуют на выставке, которая стала своеобразным продолжением участия нашей страны в форуме «Китай-Евразия». Не так давно он состоялся в городе Урумчи. В Китае в тройке основных торговых партнёров Беларуси подтверждают это и цифры двустороннего товарооборота. За минувший год объём взаимной торговли составил более 3 миллиардов долларов. Во многом этого удалось достичь благодаря дружбе президентов двух стран. С участием китайского капитала в Беларуси уже реализуются важные проекты в энергетической, транспортной, аэрокосмической и строительной сферах. Госкомпании и частный бизнес также настроены расширять сотрудничество. Наша компания занимается производством специальных машин для очищения улиц. Мы очень хотим найти партнёров в Беларуси. Тем более про ваше машиностроение мы знаем. К примеру, знаем ваши МАЗы. В этом году продукция вашего завода была представлена на выставке у нас, и мы смогли познакомиться с ней и оценить. Качество хорошее. В большинстве, конечно же, это касается машиностроения, но и интересы китайской компании к индустриальному парку очень велики. Насколько я знаю, сейчас согласовываются дополнительные условия, дополнительные годы по вступлению в парк в Великий Камень. И я надеюсь, что это будет дополнительным импульсом для привлечения компаний сюда. Первый белорусско-латвийский туристический бизнес-форум сегодня пройдёт в Минске. Делегацию гостей возглавляет министр экономики этой страны. Бизнесмены из Прибалтики расскажут о привлекательности Латвии, предстоящих культурных событиях и достопримечательностях Риги и Юрмалы. В свою очередь, белорусская сторона на форуме презентует туристический потенциал республики, в том числе и такой объект, как Августовский канал. Для его посещения иностранцам сейчас виза не требуется. К слову, этот бизнес-форум станет началом Дней Латвии в Беларуси. Мировые шедевры классической музыки под звуки скрипки Страдивари. Австрийский культурный сезон в Минске. Сегодня открывают солисты Венской оперы. В концерте примет участие прославленный скрипач и дирижер Райнер Хонек. Играть он будет на раритетной скрипке работы самого знаменитого мастера Страдивари. Уникальный инструмент изготовлен в начале 18 века. Создать музыкальный образ Вены музыкантам поможет президентский оркестр Беларуси. И на этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск уже в 13.30. До встречи.